Без жалости к себе. Как раздвинуть границы своих возможностей? Что нужно, чтобы добиться успеха? Быть талантливым? Играть по правилам? Выкиньте это из головы. Эрик Бертран Ларсен, норвежский автор и тренер по личностному росту, расскажет о том, как пройти ваш собственный путь и достичь целей. Без жалости. Офицер из школы военной авиации провел мелом на доске вертикальную черту. Внизу он написал ноль, максимум был обозначен десяткой. Он указал на четыре и сказал, вы думаете, что можете сделать столько? Затем ткнул пальцем в два. Ваша мама считает, что вы способны настолько. Он снова показал вверх на цифру семь. Мы, офицеры, знаем, что вы готовы на большее. И пристально посмотрел на нас. Реальность же такова. Палец остановился на десяти. Вы способны на то, о чем и подумать не можете. Таким Эрик Бертран Ларсен запомнил начало первой лекции на курсах выживания в 1992 году. Ему было девятнадцать. Он только что стал кандидатом на должность офицера разведки военно-морских сил Норвегии и собирался пройти эти курсы вместе с опытными десантниками. Эти занятия действительно проверяли на прочность. Он научился разжигать огонь с помощью двух палочек и обрывка веревки, оказался способен спать пару часов в день, в течение целой недели, проплывать километры в ледяной воде и даже находить прелесть в долгих ночных переходах. С тех самых пор фраза «ты способен на то, о чем и подумать не можешь» не выходила у него из головы. Он не раз повторял ее себе и окружающим. После восьми лет службы в армии он стал психологическим тренером и помогал спортсменам и помогал спортсменам завоевывать золото на Олимпиадах, потому что знал, каково это – раздвигать границы своих возможностей и мог научить этому. Его книгу «Без жалости к себе» в Норвегии купил каждый двадцатый житель страны, а теперь она выходит на русском языке. В ней Ларсон рассказывает о том, какие универсальности помогают добиваться успеха. «Забудьте о таланте». Эрик уверен, одно слово должно быть навсегда вычеркнуто из списка терминов, приводящих к успеху. Вот оно – талант. «Талант – это слово, которого не должно быть», пишет он. Любой человек может вырасти гением, если будет много практиковаться. Вы можете сделать гений своего ребенка, как это получилось у Майка Агасси, отца Андре Агасси. Майк был очень увлеченным человеком. Он постоянно тренировал троих старших детей с теннисной пушкой, а когда в 1970 году родился младший Андре, он уже отшлифовал свои методы. У маленького Андре над кроваткой висели на вертушке не машинки или животные, а теннисный мячик. Майк с детства затачивал внимание малыша к теннисным мячам. Когда Андре стал ходить, отец привязал теннисную ракетку к руке сына. Дэвид Бэкхэм тренировался с детства. Тайгера Вудса привели, а точнее принесли в гольф-клуб еще до года. И таких примеров тысячи, так что вычеркните слово «талант» из списка того, что нужно для достижения успеха. Правило 80% внимания. О чем еще вам предстоит забыть, так это о балансе. Кто-то вам сказал, что он существует. Извините, но этот кто-то вам соврал. Есть такая шуточная аналогия. Якобы наша жизнь представляет собой четыре конфорки. Одна – это друзья, вторая – семья, третья – здоровье и четвертая – это работа. Для того, чтобы добиться успеха, одну конфорку нужно выключить. Для того, чтобы добиться выдающегося успеха, придется выключить две. Конечно, это ирония, но на начальном этапе вам все равно придется направить на достижение цели 80% своего внимания. Нет, не 30 и не 50, а 80 и не процентом меньше. Придется смириться с мыслью, что баланса не существует. Это миф. А правда в том, что существует просто расклад сил, который вас устраивает. Так какие конфорки вы готовы выключить? Изучите правила и нарушите их. Для того, чтобы изобрести что-то качественно новое, нужно сначала научиться следовать правилам. После того, как вы их изучите, смело нарушайте и получайте удовольствие от процесса. В спорте много примеров того, как люди, которые не боялись нарушать правила, оказывались первооткрывателями. Например, толкатель ядра Патрик О'Брайен выигрывал Олимпийские игры и 17 раз устанавливал мировые рекорды. В начале 1950-х годов он решил рискнуть и стал придумывать собственную технику толкания ядра. До него еще никто не толкал ядро так. Становился к нему спиной, а затем поворачивался на 180 градусов, создавая импульс. Именно благодаря этой технике О'Брайен установил 17 мировых рекордов. Американец Билл Кох в 80-х годах первым решил кататься на одной ноге, и этот способ стал революционным. Опрыгун с трамплина из Швеции Ян Баклев придумал новый способ парения в воздухе. Вывод простой. Правила нужны только до тех пор, пока они не сдерживают развитие, а после этого нарушать и только нарушать. Хорошая цель Что такое хорошая цель? Для того, чтобы определить свою родную цель, Эрик предлагает задать себе такой вопрос. Если бы вы встретили всемогущего Бога, и он сказал, что в следующие 10 лет вы получите все, о чем мечтали, что бы вы стали делать дальше? Другими словами, если бы вы точно знали, что у вас все получится, то чем бы вы стали заниматься? Ответьте на этот вопрос честно. А потом уточните формулировки, спросив себя, так кем я хочу стать? Теннисистом из списка топ-50 или теннисистом, который возглавляет список топ-50? Что называется, почувствуйте разницу. Если вы просто входите в список, значит впереди вас могут быть еще 49 человек, а если вы лучший, то впереди вас никого. Хороший совет на этот счет дал Дональд Трамп. Вы должны думать в любом случае. Так почему же не мыслить масштабно? Маркеры на пути Ларсон советует каждый месяц проводить инвентаризацию своего пути. Это значит постоянно держать руку на пульсе и без жалости к себе выкидывать все, что больше не актуально для вас. Как проводить инвентаризацию? Очень просто. Нужно задать себе вопросы и потратить достаточно времени, чтобы честно ответить на них. Спрашивайте себя, все ли идет так, как нужно? Насколько я доволен своими успехами за последний месяц? Какое ключевое качество помогло мне добиться этого? По своему ли пути я иду? Выкладываюсь ли я на максимум каждый день? В чем моя уникальность? Делайте это регулярно и будьте уверены. Узнаете о себе много нового. Будьте несгибаемы. Несгибаемость – осознанный выбор. Если вы принимаете решение, вы должны четко осознавать, почему выбрали именно этот вариант. За ним должно стоять намерение, и это приведет вас к выбранной цели. Если хотите пораньше уйти из офиса, потому что на улице отличная погода, это должно быть оправдано тем, что у вас есть цель на этой неделе провести побольше времени с детьми или вы нуждаетесь в отдыхе после трудной работы. Быть несгибаемым – значит жить так, как вы хотите и как считаете правильным. И это действительно требует немалого мужества. Вера в то, что жизнь проста – распространенное заблуждение. Жизнь трудна, но трудность ее связана не с тем, сколько невзгод вам выпадет, а с тем, сколько трудностей вы можете вынести, продолжая двигаться вперед. Вы человек, который часто выбирается из своей зоны комфорта, и чаще всего это работает. Иногда это не работает, но вы все равно выбираетесь, и вы даже не можете представить, сколько удовлетворения получите в итоге. Вы можете сделать больше, чем предполагаете. По мотивам книги без жалости к себе. Текст читал диктор Артем Дмитриев. Запись выполнена на студии Артем Дмитриев Продакшн.